Так, бойцы, на середину! Вон камера, да. Правила? Да встань, блядь, нормально. Не надо. Кофе с молоком без сахара. Не будете? Ну громче, блядь. Заканчиваем. Да? Да. А? Не понял, кто такой я? Кто такой сказал? Так, слушай, я только что сказал. Ничего не слышал? Ничего не слышал, я говорю, заканчиваем. Да нет, мы просто тоже начинаем. Если хотите, поможете нам. Всем привет, дорогие друзья. Это новый выпуск, новый топовый пранк. И прямо сейчас мы с детенками залетаем в тусовку, в стриптиз-клуб на Пушкинской. А потом в Макдональдс. В туалет. Норм, тема? Нормально. Мы прямо сейчас начинаем этот выпуск. Я благодарен каждому, кто смотрит на меня и пишет комментарии. Смотрите, в прошлом видео вот этот парень получает пятеру. Рандомным образом выбираю одного из вас и скидываю деньги прямо на карту. Эй. Так что, не упускайте эту возможность, ребят. Ну реально, налегке, налегке залетайте. Ну просто пишите от себя и при всем при этом поддерживайте мой канал. Ставите лайк, ставите колокольчик и подписывайтесь. Эй. Всем приятного просмотра. В этом выпуске будет интересно. Ай, интересно. Так что, подписываемся на канал. Приятного просмотра. Эдвард Билл Падаши. Высо-огни-да. Террари. За... Хуль на работе куришь? Сними дурочка, я. Типа снимает его. Готовчи. Ебасосины. Погнали. Здраво. Ничего. Здарова. 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 Давай, здорово. Здарова. Знакомы? Незнакомы? А? Незнакомы с тобой? Нет. Здарова, брат. Иди сюда, иди сюда. Давай, рискни. Ты, ежик, позернуйся. Опа, началось, началось, началось. Ты, ежик? Нет. Ну, поздоровайся со мной. Ребята, ты думаешь, прячешься от меня вдоль дома? Это ты? Нет. Ти или не ти, блядь? Здарова, шо надо? Просто поздоровайся. Денег опять бросишь? Нет. А ну, может, отожмешься, ебать? Соточку. Привет. Эдвард Билл Продакшн. Повелитель Ютуба. Кто? С Настей? Вы на рыбалку идете? Отжелаться не хочешь? Заработать денег. Что стоит? 50 раз. 50 раз. За 2 тысячи. У него есть деньги, так честно? Нет. Ты такая ведомая на бабки или нет? Нет. Где нашел? Отвечай. В Чехии. В Чехово? Или в Чехии? В Чехии. Слушай, это Чехов есть. Нет. Это подмосковье. Служил? Нет. У меня будешь служить. А ты не хочешь заработать? Тебе 20 раз. О, Лёша, принять. Рядовая колбаска. Рядовой колбасер. Деларез. До упора. Раз. Бросай этого лохан. Ты Андришка, а? Я могу пнуть ему так в голову сейчас. Отключим его этого дурачка. Пойдем со мной на качели. Ты считаешь, алё, четырехглазый? Пойдем с тобой гулять, а? В Чехову съездим как раз, а то он визит. Мне кажется, с Чехово вы познакомились. Давай его кинем, типа, ой, я пошутил. Какие 2 тысячи? Нет. Ну давай. 5 тысяч на двоих. Давай пока. Все, бросаем его. Заблудился? Нет, я не знаю. Давай помогу, быстрее. Я тебе даю 5 секунд соглашайся. Прямо сейчас. Мне не надо никуда пройти, я... Отвечаешь. Знаешь, с кем ты общаешься? С сержантом УВД, ёб. Ты в курсе, что просто так нельзя ходить по улицам? Нужна какая-то конкретная цель. Ну ты знаешь, что карантин сейчас, ёб. Знаю. Да, знаю. Ну что ты тогда тут делаешь? Встаю и жду встречи. Кого, ебать? Тебе же не надо никуда идти, ты меня напиздил. Ты мне напиздил, блядь? Кому не напиздил? Ты отвечаешь. Я отвечаю. Масочку одеваем. Мужчина. Ну я же сказал, ну вы за линию зашли уже. Масочку уже до начала. Где это написано? Вот идите сюда, покажу вам. Подходите. Подходите. Видите. Сидите сюда. Считайте. Ну вон же надпись. Что, на мусорку вадим? Ну на мусорке написано. Маски одеваем до начала. Слушай, по поводу пианино. Не интересует? Нет, спасибо. Гитара нужна? Есть. Балалайка. Ты играешь? Пытаюсь. Кузнечика въебешь сейчас прям? Прям сейчас нет, будет гитара въебеть. Ты-ты-ты-ты-ты-ты. Какие там ноты? Ну-ка напомни. Так, 0, нет. 5-4. 5. Ну громче, блядь. А какую мелодию ты знаешь? Севен Эйн Шен Армия. Вот это Севен Эйн Шен Армия понеслась. Ну-ка. Там-там-там-там-там. Там-там-там-там. Там-там-там-там-там-там. Где там ебать? Где там? Конкретно где-то надо знать это место. Ты говоришь там. 5-5. Это где? Блядь, это как ребенка надо держать? Это лады. 5-5. Ну допустим, я так обычно труп держу, когда въебал его нахуй. Типа переложить куда-то ебало надо. Ну правильно вообще сидеть на гитаре, но... Сидеть? На бутылке ебать сидят. На гитаре играют, ебаный. Засидеть и играть на гитаре. Смечаешь? 5-8-5. Пароль от чего? От ноутбука ебать пароль. 5-5-5-5-3-1-0. Это лады. Ты умеешь играть на гитаре? Конечно ебать. Ну так вот лады. Похож на того, кто не умеет? А? Похож, что умеет? Смечай. 50-50. 7-E-E-N-R-M-E-A-R-M-E-A. Поехали. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам. Вот так надо сделать, да, тоже? Можно. В моменте ебать. В моменте ебать. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. С каленью пора идти. Отвечаешь? Отвечаю. Давай сюда на созвоне хотя бы. Напиши мой номер. Звони в любое время. Помогу ебать. Научу играть. 985, 255, 2555. Бать, блатной номер, братик? Что? Блатной номер. Нет, у меня обычно сойдет. В смысле? Я говорю, у меня блатной номер. Хуй его знает. Все пятерки. А это чаешь на связи. Почти отвечаю. Потеряюсь. Итак, друзья. Для вас у меня есть хорошая новость. 12.09 будет проходить пиздатейший, наикрутейший матч. Ливерпуль-Лидс. А 13.00 будет проходить просто невыносимое месиво. А именно Спартак против ЦСКА. Это реальная возможность поднять немножечко красных купюр вместе с моими друзьями. Ван Икс. Это те самые ребята, которые предоставляют невероятные условия для того, чтобы вы могли вместе с ними выцепить немножечко бабла. Самые топовые матчи с лучшими условиями только у них. Ссылка удобно выделена для вас вот здесь вот QR-кодом, а также по ссылке в закрепленном комментарии. Сканируй и залетай к нашим друзьям. И по моему промокоду Эдвард ты получаешь 100 баксов на свой счет. Эй, покажи прибыль. Привет. Привет. Я вас на битве захайпел. А, да, красава. Проиграл, да? Блядь. Ничего страшного. Давай, давай тоже. Это уже длинный зажатый. В следующий раз попробую как-то, блядь, научиться драться, а не вот так выскочить в курьер. Я курьер, мне поебать. Я надо начать с каких-то стариков, женщин, понял? Полегче, полегче взять. А вот, Роза, иди сюда. Подходи. Башню снеси ему. Ты подходишь. Прямо сейчас файт, нахуй, блядь. Я тебе тысячу дам. Степом рубиться будешь. За пять. За пять? Отвечаешь? Давай. За пять, нахуй. Так, бойцы, на середину. Так, бойцы, на середину. Вон камера, да. Правила, да встань, блядь, нормально. Так, правила знаем? Да. Какие правила? Не убиваем друг друга, но бьемся до конца. Да, да. Это кто за хлеб. Да выживет сильнейший, ебать. Показайте красивый, а главное честный бой. Давай. Бой. Что ты его мадоннями, хуярю? Блин, блядь, иди его сильнее. Бать, битва за Хаев пошла. Сильнее, блядь, кудерю. Сильнее, блядь. Ебать, ебут. Но он битве за Хаев был солдатом. Оп. За пятер надо напрячься, братья. Согласен. Оп, хорошо. Блядь, я не удивлен, хули ты проебал солдату. Э, все норм? Ладно, все, встаем, хватит. Это цирк, ебать. Много людей смотрят уже, пацаны. Так, боец, сниму углу. Поздравляю вас с победой. Над самим собой. Вы молодец. Заслуживайте денег немножко, каждый, ебать. Тебе пятера. И бойцу тоже пятера, ебать. Держи. Все. Битва за Хаев. Черняев Сергей проиграл чем? Удушающим? Удушающим. Да, он его... А, вот здесь он взял себя. Даже я помню эту хуйню. Себался отсюда. Все, давай, на связи. Спасибо, что получил. Но это далеко не все. Также OneX предоставляет для новых пользователей страховку в размере 10 долларов. Так что не задумываясь, в закрепленный комментарий. Эй, эй, покажи привык. Какая-нибудь помощь интересует, если вы заблудились. Может быть, до Треско, до Пушкинска я проведу вас. Или на Петровку 39. Я сегодня? Нет. Нет, стой, стой. Дай зажигалку, я тебе покажу. Попробуй, бля, я тебе отвечаю. Я иди сюда, покажу фокус один. Ты с изгновением твоего кошелька. Давай я фокус покажу. Датчик, извини, 100 рублей пописать не разменяешь? Нет. А у тебя нету? У меня вообще ни копейки нету. У тебя нужны 100 рублей? Да. Тебе на что? Сигареты взять. Ты можешь помочь мне разменять? Можем их поделить. И я тебе 50 рублей дам. У тебя есть куричок? Есть. Дай сигареты. У меня не сигареты. У меня помощнее. Нет, это мне не надо. У меня лютая дурь. Я не полезу, знаешь почему? Потому что меня могут забрать. Отвечаешь? Ну где я тебе их разменяю, а? Бросай бабки на землю сейчас все. Какие бабки? У меня-то нету денег, юб. Я говорю про бабки, про деньги, потом поговорим. Кого у меня нету? Знакомые бабки, где-то 50-60. А, нет. Можешь их бросить на землю, я их заберу. Кого бабок? Ну, бросай бабки на землю. Как я их брошу, если я не знаю никого. Ну, я тебе объясняю, как это сделать. Иди сюда. Размениваем следующим образом. Я даю тебе 500, ты мне 100. Все, разменяли. Ты можешь найти мне бабок и бросить их на землю? Бабок? Да. Так как мы их на землю-то их бросим? Сейчас объясню, держи. Сзади подходишь, поднимаешь. Я в ебасосину, бам. Бросаем бабки на землю. И я их просто вытаскиваю. Все. Я даю тебе 600 рублей на твою реализацию насчет бабок. Мы можем с тобой поддерживать связь, если будут какие-то интересные движухи. Я на линии звонка всегда. Я тебе могу цифры свои оставить? Сколько цифр? Две, три. У тебя с собой цифры? Нарисованы? Нет. А, телефон? Да, да. Я думал отдельные цифры, типа на машине. 977-902. 0-2? Ты мусор? Почему мусор? Я просто отсидел недавно. А за что сидел? 228. Никого не просим? Да, да, да. Насчет бабок подумаешь? Да. Сможем их бросить? Попытаемся. Попытаемся бросить. Бросаем бабки. Только есть и все путево. Все путево будет. Просто бросаем побольше бабок. Куча, куча. Гора бабок. Всех бросаем об землю. Понял? Да, я тебя. Давай, давай. Привет. Давай. Ребята, смотрите, кем я тут. Все, спасибо. Я иду, как я у вас тут опираться. А, да? Я не знаю, что за мужчина, которым пристает моя дочь. Представляете? Вы могли ожидать от дочери такое? Нет. А я вам расскажу, как это было. Идите сюда. Я стою. Она увидела, что я с 11 айфоном стою. О, прекрасно. И такая, типа, о, а можно с вами познакомиться? Я говорю, девушка, извините, у меня есть как бы девушка. Она такая, типа, ну ничего. Девушка не шкаф подвинется. Так нагло, да. Я ей говорю, вы не против, если я вам саду на лицо сегодня в 6? А я ей говорю, слышишь? Конечно, нет. Заезжайте. Приезжайте вместе. Слышите, вообще замечательно. Таких молодых людей очень редко встретишь. Отвечаю, да. Молодец. Жду вас сегодня. Йоу. Помните, на карантине я стримил? И также донатил каким-то непопулярным. Ну, типа, расскажи про ферму. Или бороде. Или тому самому блогеру, которого смотрят примерно 2 человека. Я стримил, и они просто невыносимо, блядь, реагировали на эту всю историю. Донатил им по 5, 10, 20 тысяч рублей. Но, к чему я это все? Закончился карантин. Вылетел вон туда, вот в большие-большие пространства. Разъебал, маху, бляк, этот педестал. Кебе не матери и продолжаю это делать. На моем месте всегда в лучшем виде, самый свежий, самый первый, есть пиздатиший, наикрутейший игрок. На канале Топ Гэмблер, а он же Лудожоп, и все его прекрасно знают, самый известный стример в гэмблинге. Каждый стрим, он разыгрывает бабки от 50 до 100 тысяч рублей просто зрителям. И это не прикол, я, ну, серьезно, не угораю, не зазываю на то, что типа-типа. Это реальные истории того, что он делает. Потому что многие наверняка уже вспомнили или заметили, когда он мне задонатил 300. Это нихуя не было, ничего подобного. Он реально просто сам скинул мне, вот так он посчитал нужным. Также зрителям скидывает, которые его смотрят, так в комментариях видят. Так что залетаем, смотрим его, ссылка в описании. Подписываемся на канал Лудожопа, следим за его пиздатами стримами. Оформляя подписку, вы помогаете продвижению моему канала, то есть созданию топового контента. Эй, не забываем об этом. Ставь лайк, продолжаем смотреть. Ой-ё, у нас совершенно... Едем с Максом. Все, кто знает Макса, он мойщик машин. И если кому нужны стекла на айфон... Иди, Макс, подкованец. А вы сейчас будете в шоке. Многие знают, что наша рэп-индустрия, музыка, поп, эстрада держится на уверенной ноте одного очень талантливого человека. Как вы знаете, я собираюсь запускать уже свой музыкальный альбом, первый. Я до сих пор еще не показал никому его. И думаю, что в ближайшее время покажу. Еду к известному человеку, который собирает все популярные хиты в нашей стране. Это настроение черное. Сейчас вы когда-нибудь скажете, да ну нахуй, это же Крит Филипп придумал. Это смешно. Спродюсировал его и создал один человек. Аликс Дави, Аликс Мари, Марио. Мафия. Аликс Марио. Аликс Марио. Короче, один человек создает и режиссирует вот эту всю историю. Инструментал создает, это Аликс Дави. Макс договорился за меня просто показать мою музыку, вы ее еще и не слышали. Показать треки, ну буду выпускать, чтобы послушал профессионал. А еще какие треки он взял? Да хуя там, Дан Балана, хит, который мировой, блядь, на весь мир. Вся музыка Крида, Стаса Михайлова, Киркорова. Да ладно? Лимбы, вообще от всех просто. Вы поняли, да, о чем я говорю? Такая вот история. Ну как минимум, чтобы дрочи у тебя не вышло, чтобы для аудитории твоей как-то было. Да, типа звук, типа подправить там, то, сё. Где-то, чтобы за тебя другой человек спел. Так, не надо делать, это супер все, блядь, варианты, блядь, подкидывай, нахуй. Если я не справляюсь, я не буду этого делать, нахуй, заменять. Привет. Знакомитесь. Сами, Билл. Дворство. Молодой, блядь. А можно снимать, да? Он уже там про тебя целый, блядь, репортаж, нахуй. Ты на YouTube канал зафлял, блядь. Да, короче, мы находимся в берлоге. Очень серьёзного типа. Студия Alex Tavia Music Production. А у меня такая звуковая, вот всё, что у меня есть от этого всего, вот такая только штука. У меня тут для выступления собираю комплект. Ты ещё зайди туда, если ты снимаешь, там фильм театр. А я сниму, твой, да? Личный? Нет, твой, нахуй. А, да ну нахуй. Ёвань. А, да, вы тут фильмы смотрите? Здесь фильмы, записываю, записываю, только стойку убрать. Нет, ну прикольно, у меня тут чемоданы какие-то на отдых. Съёмки остались. От тёлки остались. А, съёмки. Он женат, если чё. А, да? Женис, жена, пожалуйста. Вот ты так, если в моменте скажешь. Ты говори сразу, говно, блядь. Урод, нахуй вы приехали, время моё отнимаете. Чтобы понимали люди, конкретно чем ты занимаешься? Ну, чё занимаюсь? Да я уже 15 лет, 17 лет занимаюсь. Пишу треки. Начал с Кишинёва, с Евровидения. И вот всё понеслось. Одно за другим. Фабрики звёзд. Румыния. А вот тут современным, кто сейчас в трендах. Ты работаешь с ними ведь? Тоже вот эти все химфопы. Да, у них самые, наверное, разнообразные. Сань, короче, перечисли просто для понимания. Да, я просто вот... И ты, и людей, блядь. Сильнее всего пизданул «Цвет настроения чёрный» с Киркоровым. Да, да. Ты его написал? Да, да. Этот бит? Ну, текст, да, бит, музыку. А, всё, короче, подключи. Да, ну, текст там написал Егор. А так? Ну, там с этим треком угарно было. Мы просто перегугарали. И вечером приехал Киркоров, записал куплет, этот трек готов. Вот Киркоров, Зиверт, Моргенштерн, Хамали, Дава, Мари Крамбери. Но при этом есть и Брежнева, есть Стас Михайлов, есть Валерий. Мне кажется, никто из новой школы не работает, типа, так модно, но при этом может работать и с такими артистами, как Стас Михайлов, как Ирина Дубцова. Потому что вот эта вся аудитория, категория артистов, это чуть не интернет, это чуть другая история. Зато их крутят по радио, и ты срабатываешь большие деньги с авторских прав. То есть с этих проектов даже больше деньги капают, чем за модный хитовый проект. Я просто музыкант с образованием к себе в Атоске, поэтому я могу работать с этими и с этими. И шелоками можно делать. И рог могу делать, и для фильма вот недавно делал. Дан Балан приехал сюда, у него стрелял Чикабомб тогда, он сюда приехал и начал хитами туда-сюда стрелять. Мы как-то общались, он говорит, Саня, приезжай, тут музыка все равно намного более отсталая, чем в Румынии на тот момент мы там работали. Приезжай сюда, у тебя здесь все получится сразу. И так оно случилось, я только приехал и сразу хит стрелил. Блин, я даже не знаю, какой смысл, наверное, не, ну ладно, ну ничего не знаю. Давай, рубай. Давай, блядь, заебал. По твоей словам, я вижу таких сух, ведь они не понимают даже, что они несут. Нет, нет, никого хуже, чем я. Тебе надо по-любому тут было что-то менять. Твои чувства это чушь, иллюзия, головняк пролетает так же быстро, как будто бы на М5. Тебе нужен мой вайб, ты так хочешь мой стиль. Нет, я и начинаю напевать, понимаю, что у меня получится под него. Вот, нужно конструктивно собрать текст. Я говорю, о чем нужно сделать? А вот мелодию всю как петь вот это? Не, не, это все я сам. А, то есть ты приду... Ну да, 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 то есть я его слышу. Я посмотрела ваше видео, но это полный пиздец. Нет, нет, никого хуже, чем я. Короче, ладно, я включу тебе один... Включай все, что, блядь, у тебя есть. Все, мне нравится, что есть, типа, в жизни флоу, и, типа, что делается все не просто наиграно, типа, не искусственно. Все достаточно естественно. Я вообще говорю, ты три года назад на заправке работал, блядь. Да, даже меньше. Справки, квесты, блядь, понимаешь? А сейчас, как бы, он, блядь, ну нормально себя чувствует, понял, зарабатывает там, блядь, двигается. У него образ такой дикий, понял, аудитория у него, она ебанутая, короче. Ну, там, без обид, как бы. Да, не, не, пацаны, вы ебанутые. И, короче, такая хуйня. Я считаю, что ему нужно что-то прям жесткое, разъебалово делать, помимо, прям такое. Кого-то можешь даже, блядь, там, хуесосить или еще что-то. Да, не совсем так. Ну, я почему-то думаю, что тебе... Это будет больше касаться Ютуба и образа, а есть еще музыка, которую должны слушать, сопли какие-то есть. Но тоже, я его написал за 40 минут, текст. Короче, ты, типа, напиваешь что-то микрофонными словами. Да, да, и потом сажусь и работаю с этим. То есть, типа, нет такого, что за меня все делают. Это вот, смотри, вот это. Это любовь по хате, бэйби, она спалит нас, собирайся в вещи, я просыпаюсь рядом с ними, каждый день хочу уйти от тебя, всех знакомых, с рук, меня простите, больно падать, видишь, я уже внизу. Что бы тебе сказал, в общем... Ну, давай еще повключай что-нибудь. Еще, еще. Я в конце тебе скажу. Больше не нужна, но с тобой было хватило. И незаметно, что ты, ты хочешь взять весь мир, хочешь, чтоб он был твоим, и тебе не надо любить. А когда там что-то есть, это просто нужно пиздаться. Сольно я уйду один, ведь я видел танки, как ты, и внутри мы все пусты. А ты давно это записывал, Дэм? Да. Голос? Да. Потому что сейчас вот ты показывал первый трек, это более свежий, да? Да, да. Ну, вот слышна разница, сейчас ты лучше. Я не думал, что я начну реально на серьезе там пробовать что-то, хотя я сейчас еще 50 на 50. Я сам. Мне нужно, чтобы кто-то мне помог, сказал, надо, ну, типа, вот ты как думаешь, можно или не нужно? Надо подготовить, понять, что получается, и слушать. Так пока нихуя не получается. Нет, почему не получается? Получается, я сказал, самое главное, что, естественно, трушно, нету наигранности, нету такого, что человек не умеет петь и пытается выжить что-то, этого нету, это самое главное. Типа, более-менее, да? Чтобы мне артисты не говорили, да нет, хорошо, нет, почему, не более-менее, прям нормально. То есть это, с этим можно работать и развиваться вообще, скажу. Вот, ребят, это не я сказал, я ему не платил на 5 тысяч. Нет, ну тогда ты реально не умеешь, и ты заставляешь человека поешь ноту до, а он поет ля 10 раз подряд, блин, ну это уже... И даже не дело не в ноте, бывает иногда, можно даже хреново спеть, есть топовые артисты, которые не очень хорошо поют, но они так классно передают эмоцию, что там пофиг, что он фальшиво спел. Вот если есть это, это самое главное. Надо заниматься, да, просто ебашить и все. Заниматься. Фити, да, будки? Да. Вы себя там занимающие. У меня чайка. Смотрите. Как зовут? Быстрее. Женя, откуда? Фотку ходит. Давай быстрее, фоткаем. Я не могу зайти на эту пушкинскую, блядь. Давай. Женя, ты сам куда идешь? Я хочу туда. Давай, ну фотку делай. Ты в ту сторону, Макдональдс? Да, да. Блядь, надо найти, я не понимаю, блядь, в какой стороне, в какой стороне Макдональдс, блядь? Гер, ну давай фоткайся, быстрее. Блядь, ты гонишь нахуй? Угораешь, ебать? Да. Привет, девчонки, зайдите чем? Блядь, господи. Что делаете? Так, резко, не надо. Да, как надо было? Плавно здесь ползать, как дурачок или как собака. Прикольно, это все. Блядь, нравится? Слишком популярно. А знаешь, для чего? А я тоже хотела как-то сделать. Как вот так сделать? Злате, привет. Знаешь, почему ошибка была, в чем? Это же было, Капартак перебивали. Должна была быть челюсть на пальце здесь. Да, я понимаю. Это дура, блядь, набила снизу. Получила за это, блядь, две палки. Мы жестко наказывали в то время, очень жестко. Какое то? Какое то? Тебе сколько лет? 19. Какое то? Скажи мне. Какое то? Мы наказывали в жесткость. 14 мне было. 14 мне было. После динам, у нас по 32 года. Отвечаешь. Паспорт покажи. Цель или номер паспорта. По винномеру пробьем тебя сейчас, нахуй, блядь. Бивай. Винномер. Друг мой, на его образ работают. Ну что ты вообще? Серьезно? В кишечнике или в сердце? Где работают? Мальчик, пожалуйста, возьми меня. Закрыла глаза, короче, открыла, а тебя обижу, я не поняла. А потому что я не исчезаемый. Тебе нужно, чтобы кто-то жарил конкретно. Тебе говорю, будешь спокойнее, клянусь. Ну, знаешь, да, это чем? Когда работаешь, я просто отвечаю, тебе нужно, чтобы кто-то тебя конкретно пришпандорил. Ну, блядь, ну вообще да. Все, ладно, связи. Если что, встретимся там где-нибудь. Где-нибудь там в приюте для животных, ебать. Заберу тебе, если что-нибудь. Кофе с молоком без сахара. А, нет. Не будете? Нет. А у вас есть? А зачем? А зачем? Кофе с молоком без сахара. А ты откуда сам? Из Нигерии. О, да? Это что там? Это где? Нигерия, это где? Нигерия. Ну, вы же школы, да, где-нибудь. Нет. Да, 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 9 классов и пошел по улицам. Да не, хуел, молодец, ты даже учил это слово. Красава, братанчик. А слово ебать знаешь? И вы ебать. Кофе с молоком рубит. Давай, братан. Не, нормально, знаешь, русский, бать. Это нельзя упустить. Нельзя. Ебать, вы откуда такие нарядные, бля, нихуя? Чудище. Братан, натуру. Слышь, а вот этот чухан, скажите, огурцов чухан? Такой нормальный, нормальный, типа. Нормальный, кто чухан из них? Вот этот Василий, который. Нормальный пойдет. Все нормальные пацаны? Да, но таких нет. Нет, догонишь, ебать. Сам, наверное, втухаешь. Да. Я давай, я тоже хочу. О, блин, мне в тебя такой вжжон. Чем занимаешься? Курсант. Чего курсант, чего? Войной университет. Привет. Здрасте. Черникова. Мирная! На меня есть. Остань. Черникова в упор. Так, давай, так. Ягодица. Ягодина. Ягодина. Начальнику штаба. Шагаем. Мерс. Есть. Пугачева. А ну-ка, розы мне напой. Так. Глушкова. Ты шо скалась? Мирзаев. Мирзаев. Пор лёжа приняй. Нет. Учитесь обучать. Давай. Хорошего дня. Ты шо спешишь куда? Пить хочу. Ты закупи. Терпи ебать. Терпи ебать. Ты пить он хочет ебать. У меня операторы пить хочет. Я пить, пить хочу ебать. Все, давай, хватит ебать. Пить хочу говорю. Ну шо, все ебать. А у него пересохло уже стоять. Два часа нас убил. Я заплюнуть нечего. Терпи ебать. Я, знаешь, там, мимо магазов пройду воды куплю. Дальше идем с ним. Ну, войдем. Купим что-нибудь. По показателям чарта я вижу, что далеко похуй вообще. Очень часто похуй, как это все звучит. Ко мне, получается, приходят артисты, которые уже достигли чего-то. И не поняли, что они уже хотят уже до этого уровня идти. Чтобы они не уступали там иностранцам. Чтобы, соответственно, приходят ко мне. Я это делаю так, как... Но даже вот тот же вот про Limbo говорили, да. У него же классный вейбовый трек. Но он когда первый раз у меня вот записался вот с этим треком с Кридом, он послушал сегодня, ебать, да. А че за микрофон у тебя? Хват, дело не просто микрофон. Да, 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 да. И не в студии. Нет, он услышал себя по-другому со стороны. И это было еще вайбове. Потому что вот такой чувак от Limbo, который поет вкусно, аккуратно, ювелирно, когда-то еще и звучит, это еще круче. Ну, серьезно. А у меня, получается, с кем я начинал, я по сей день работаю. Вот с тем же Кридом, да? Я начал в 2016-м. Ты очень давно с ним, да, уже? Да, и мы ни разу не было, чтобы мы что-то не вместе сделали. Он талантливый же тоже, пацан. Да, конечно, растет, как бы тоже. Развивается. Разбирается, да? Понял. Ну, конечно, не разбирался бы, он крутился бы. Да, да, нет, так, чисто. Так, чисто момент, ебать, хуйню, мороженый, ебать. Второй вопрос уже тогда. Это уже нас очень много времени выделять этому всему конкретно. То есть тебе интересно это, допустим, если бы я... Много времени выделять, это на старте, чтобы понять, что мы делаем. А когда уже что-то стрельнет достаточно... Ну, сейчас, как вот, американцы, они вообще чуть не бывает, выпускают раз в две недели трек. И сами смотрят, что стреляют. То есть они не то, что сделали трек, проверяют там своих. Они просто дропают и его смотрят. Все, идем дальше. Понимать, что зашло, будет двигаться к миру полгода в эту сторону. Когда ты эту сторону отработаешь... Отрабатывать один трек. Все, переходишь на что-то новое. Нет, полгода один же, типа, в одно направление. Видишь, у нас привыкли, типа, сделал трек один, он стрельнул. Всегда у артиста второй еще один такой же. Ну, да, да. Если он лучше, чем первый, то это хорошо. Надоело это, все уже не идет, все, надо переключаться на что-то другое. Как бы, вот это самое главное. А слышь, а когда можно понять, то есть, в моменте приезжать, там, ты говоришь о том, что можно сотрудничать, да? Я считаю, что, ну, смотри, вот эти треки, которые я уже начал с пацанами делать, ну, наверное, разумно уже с ними их закончить. Доделать, да. Но если какой-то есть трек, который ты чувствуешь, что, блин, как будто что-то тебе еще не нравится, ты хотел бы там его доделать, можешь со мной его доделать. А так я бы что-то такое новое придумал бы, показал бы. Накидал бы вид, да, там? Да, да. Ну, ты понял, да, можно и трэп, можно и рэп, можно поп. Просто по-разному, какие-то такие. Я бы делал шуту новую. Алло, цена. Цены нет. Все это бесценно, блядь. Цены нет. Вот многие спросят, а вот, да, приехал ты к нему. Ну, конечно, блядь, если бы я приехал, я бы тоже стал рэп-звездой. Вопрос уже в цене, допустим, сколько бы стоило собрать полностью трек вот на таком уровне, как у меня. Я прихожу, говорю, блядь, я хочу, нахуй, блядь. Давай, хуярь, вон, где твои пластинки все эти, блядь. Где твои все эти бианины, хуярь. Я скажу так, у меня со всеми артистами и даже новыми. Индивидуально, да? Приходит индивидуально в зависимости от... Ну, от 10 тысяч евро. Соглашение того, если получается, мы что-то делим из... Того, что может получиться. Да, то есть, совершенно другая история, и цены варьируют. То есть, условно, от нуля там, и до какой-то, может быть, большой суммы. А, я понял, допустим, я прихожу, говорю, такая вот история, Алекс. Давай будем собирать треки, но мы будем работать 50 на 50. Грубо говоря. Я говорю, вот... Такая история. Опять же, все зависит от договора. Потому что, если, скажем так, я вижу пиздец, то есть, я очень заинтересован. Чувак хороший, мы работаем, да, мы договариваемся вообще на суперлояльных. Есть проекты, которые я берусь, участвую, да, я имею какую-то долю. Соответственно, я работаю, типа, на такую, условно, себестоимость какую-то просто за время. Символическая. Типа, такая небольшая сумма, и, а все, что дальше, уже делается. То есть, ну, как бы, все по-разному. Очень зависит от того, артист, если это артист, именно, и супертоповый, естественно, как бы, тут уже условия меняются. Потому что, как бы, то, что артист поет, там, мой трек, это, ну, и для меня хорошо. Я понял. Ну, не дешево тоже. Есть, когда чуваки каким-то образом непонятно, кому продают задорого треки, которые это того не стоит. А я хотя бы знаю, что я человек, качественный, хороший продукт. Слушай, а вот цвет настоящий черный, вот этот бит бы сколько стоил? Не знаю, может, 2000 долларов сам бит на тот момент. То есть, я тогда не продавал. Но это дешевле, чем у Палагина. 2000 долларов на тот момент, почему? Потому что пел Крид и Киркоров, потому что есть Blackstar и есть Royalty мои. То есть, не потому, что это так стоит у меня. Я еще раз говорю. И, опять же, это чисто бит, но я же беру за комплексную. За всю хуйню. Ты же сводишь тут все это. Конечно, да. Ты не можешь за одинаковые ценники всем делать. Ну, да, да. Блин, ты прикинь, Киркоров пришел, блядь, он спел за 5 минут, нахуй. Да? И ушел. И все. И все, и как бы, и Саня дальше все сам доделал. А, блядь, пришел, нахуй, чувак, который не умеет и будет, ебать, там, беть целый день, нахуй. Да. Ты понимаешь, да? Равнять его, равнять его постоянно. Да, ну, в целом, мозгоебка. Такая хуйня. Я чувствую, что есть шанс и возможность. Просто нужен чувак, пиздец, рука. И тогда он дополнит меня, и мы сможем. Тут в лотарее бывает, и ставишь ставки на один трек. Вот цвет на стране черный ты спрашивал. Мы когда зашли к Тимати на студию и показали просто с Егором, он такой, ну, да, типа, ну, прикольно. Ну, как-то, ну, было, то есть, не было, типа, вау, все, это хит, прям, ну, не было. Было, ну, типа, нормально, но, прям, что, вау, нет. А, у него же каждый трек. Тем не менее, блин, да не каждый, нет. Тимати на стране черный прям. Не, не, у Тимати каждый трек хит же. Ну, понятно, но тем, ну, короче, он отреагировал, типа, ну, так, типа, не особо, но этот трек привез, блядь, вот, ну, такие авторские права, и, то есть, я на этом треке... Заработал? Заработал по-много раз больше, чем те, кто у вас зазвучивает, там, какие-то ценники за... Где-то пару лямов рублей, блядь, на ровном месте сделал. Поэтому захочешь, заходи, это просто запишем, новое. А вот тот крайний трек, говоришь, тоже прикольный, да? Можно, я бы... Через недельку еще можно попробовать узнать, записать, сперва вот этот. А после этого я там, пока ты там еще свои какие-то дела делаешь, я что-то новое сделаю. А, без проблем. То есть так, и потом, вот, попробую вот этот последний трек. Мне кажется, можно еще лучше сделать, поэтому, типа, стоит, типа, попробовать что-то новое. Давай я тебе хоть правду скажу, ну, типа, на самом деле, ты ебанутый, ты думаешь, что у тебя музыка не стреляет, у тебя сториз миллион смотрят, нахуй. Ну и что? Ну и то, блядь, то, нахуй. Ты посмотри, кто из блогеров поет, и кто в топ-чарте. Слушай, с твоими ресурсами, если ты даешь реально хороший трек, а не просто пропихиваешь через горло людям. Тебе надо это качественно сделать и дропнуть, все. Да? Короче, да. Ребят, вот так вот все было, все, пока. Я вам подарю права на уже готовый фильм «Конкурс красоты», его можете сейчас раздавать. Так и называется? Да. Все понял, давайте права. Думаю, наберите, Игорь, канал-режиссер, вот сейчас на ютубе. Давайте ваши фильмы сначала посмотрим, если надо, я вас найду, вы где спите? Все, мы пошли, давайте, на связи, все, идите купите бронзор. Здравствуйте. Ну что вы, где вы, как вас? Я вам хочу отдать флешку с фильмом. Давайте, да, мы же договаривались, что сегодня встретиться в 3, да? Нет, не сегодня. Мы сегодня, воскресенье, 6-го. Так, вот, через 2-й... В смысле, жопочный, ты лысый гни, ты номер. Ты что, не брала, мразь? Это права вам на, вообще, на вашу любовь, чтобы... Там ваш фильм. Это мой фильм «55 минут конкурс красоты, права все ваши». И флешка тоже. А если я заработаю миллион долларов? Все ваши. Нет, но со своего канала, не эксклюзивные права. Нет, эксклюзивные? Нет, эксклюзивные. Нет, ну... Ты что, за 5 отдам? За 5 тысяч. Но только где он уже стоит, вот, пусть он стоит, хорошо? Я его удалю оттуда. Смотрите, я удаляю этот фильм полностью. Да, он ваш. Беру себе все эксклюзивные права. Хорошо, 5 тысяч. Вот, может, и на камеру. Бля, это дорого, ебать. Это очень дорого. Нет, нет, это дорого. Нет, пацаны. Да, ну ебать, фильм, нахуй, за 5-ю, это дорого. По-моему, это дорого, ребят. 2,5 тут вроде. Тут 2,5. Нет, там трудов на 100 тысяч, там уже снято. Отвечаешь? Мы с 2 месяца работаем. Я оцениваю этот фильм в 2,5. Я покупаю его и зарабатываю на миллион баксов. Понимаете? Ну, давай. 2,5. Я с тобой не буду. Уверен. Ты звезда, очень щедрая. Кстати, о тебе только хорошее говорят, ребята. Да? У тебя сдачи 500, давай. Сдачи 500. Пусть он снимет. Рубль и 20, все, что имеет режиссер после 86 фильмов. Сейчас я закончил 86, похоже на Декабрь. Отвечаешь? Отвечаю. Все, что... Держи 3. Спасибо огромное. За фильм. Спасибо. Бля, мы заработаем на нем столько денег. Я увидел в нем огромный потенциал. Я надеюсь... Все-таки ты дашь телефон нормальный? Конечно, бери. Давай. Так. 800. 800. Ровно? Да. Горячая линия эта. Так, пиздец. Дописал? Да. 888. Ух ты, елки, Павел. 8,8. Да. Звонить с 6 до 8. Я бесконечно для тебя... Так нет, а нет же еще двух цифр. Ну, 8,8. А, ты не дописал? А, еще больше. Ебаный, брат. Спасибо огромное. Спасибо ему огромное. Я купил фильм. Да, давайте. Идите, да. Спасибо. Угу. Блядь, он когда говорил, плюнул в меня. Ебаный. Отвечаю, ебать. Он говорит, вот, вот, вот. Смешка, блядь. За 2 500 купил целый фильм, нахуй. Ребят, хотите выгружу, ебать? Час 30, нахуй. Снятый на телефон, но окей. Привет. Привет. А это что за старый крыльч? Это Георгий Александрович. Это миллиардер. У него 2 миллиарда долларов. Я видел этот фильм. Это пизда. Иди сюда. Ну что, блядь, что опаздываем? Вот что опаздываем? Я только сюда шел. Ну что, на бои опаздываем? Вы гоните, турнир же ждет. Я же говорил, сегодня, блядь, в среду, 9-го числа. Как? Не знал, тебя не поставили оповещение? Не пришла смс-ка на телефон? У вас будет бой сейчас, ты в курсе против девушки. Что? Каждому по косарю. Все, красава, бой окончен, встаем, ебать. Все, ладно. Ты что, опаздываешь? Я опаздываю. У нас турнир идет. Бой, бать, вот сейчас будет. Еще по косарю дам. Так, кто выиграет 3-ка? Кто выиграет 3-ка? Хорошо, кто выиграет 3-ка? Кто проиграет 1-ка? Вот группа поддержки. Готовы? Будь! Так, ну ладно, все, встаем, хватит, блядь. Заебали. Чему я обучал, блядь? Ты все забыл, блядь? Это моих пятак. Какой пятак, ебать? Такие гондоны, блядь. Так, и вам по 2 тысячи, все. Вы по 2,5, да? Нет. По-честному. Ладно. Ладно, блядь. А я первый раз, правда, первый раз. Так, блядь, я не знаю, нахуй. Может, тебя на тренировку оставить сейчас, а? Пообучаешься мне? Сейчас пойдем подмелюсь хоть. Подожди, блядь. Так, как тебя назовем? Давай. Влад, не знаю. Да подожди, это не то, ебать. Давай назовем тебя, ебать. Шнырь. Ты что, смеешь, что ли? В смысле, блядь? Я считал, я сам ему, как знаешь. Шнырь, ебать, местный боец. Нет. Ладно, давай другое, выбирай. Компот, ебать. Какой компот, ебать? Ладно, давай, да. Погремуха, заебись. У меня погремуха, блядь. Ну, давай заебись. Погремуха. Влад, погремуха. Так, встань, ноги на ширине плеч, Влад. Делай два. Делай два. Блядь, это все в крови, блядь. А у меня же это, болячка, что ли? Блядь. Блядь, ну, е-мое. Все, тренировка окончена. Все, давай. Будь тут местный, тут тренировки каждый день. Хорошо. Давай, там, зал, вот, запомни. Свет выключу в зале. Привет, слушай. Привет. Вопрос. Можешь помочь? Можешь подснять меня вот так, подержишь? Пожалуйста, да. Я просто хочу попрощаться. Не, ровно, ровно. Не попрощаться, прям, типа, я не умираю, ты не подумай. Тебя как зовут? Артем. Артем. Слушай, не забывай, сейчас сначала. Я его просто разъебу. Эй, йо. Дорогие друзья, ну что, вот и подходит к концу этот ролик. Этот пранк я благодарен Артему за то, что он держит камеру. Артем, ставишь лайк? Лайк. Подписывайся на канал, но не писай на канал. И самое главное, пиши комментарии, что самое важное для вас, дорогие зрители. Пишем комментарии в прошлый раз. Прямо сейчас показываю, кто заработал 5000 рублей. И, кстати говоря, Артем вместе с ним заработать держит твои. Похуй на начальника, похуй нахуй, пляшем, сегодня праздник. Эй, покажи прибыль, да, Артем? Пару слов напоследок. Все отлично. Отвечаешь? Да, всем. А у тебя десятка, да? Десятка. А, да. А можешь вернуть пятеру? Да я шучу. Давай, Артем. Все, ребят, подписываемся на канал. До следующего выпуска. Ровно во вторник. Всем пока. Всем пока. На голове бардак, он тянет нас на дно. Не слышишь меня, эй, не. Ты не слышишь. Мы бьемся из последних сил, сука, а ты не слышишь.